всем привет мои хорошие с вами светлана и мы начинаем с вами тестировать новинки 17 каталога фаберлик и так поехали первое что хочу протестировать это вот этот экстракт черной бузины артикул 15783 здесь про иммунитет я вам уже говорила в обзоре заказа то есть экстракт черной бузины он способствует усилению работы нашего иммунитета да также здесь большое количество витамина c нам чайную ложку 5 миллилитров нужно на 150 200 миллилитров воды я приготовила стаканчик с водой и сейчас разведу там чайную ложку бузины развела вот такой вот цвет получился водички и мы с вами обзоре заказа пробовали сироп честно видео достаточно сладкий вкусный в неразбавленном виде он вкуснее здесь такая водичка с разбавленным вареньем чуть-чуть похож на черную смородинку я бузину просто не ела никогда не я не представляю как она на вкус и так далее но вкусненько очень вкусно приятно сладенько но сильно разбавленного скажем так на 150 миллилитров и не за сколько мне в этом стакане 200 наверное на 150 миллилитров сильно прям как-то разбавлено хотелось бы понасыщеннее вкус ну чтобы пилос приятней а так ничего ксюшин попробую тоже давать состав хороший тебе еще рано ползайте товарищ тебе еще рано говорю смотрится таким аппетитом на мой стакан пищевой интерес во все ну вот выпила люблю я бадов и берлик чтобы проверить их эффективность нужно сдавать анализы этим заниматься не хочу я дверь мне нравится составы я вижу как они работают мне меня все устраивает мне все нравится поводу аромата футурия вам говорила что для меня это фаруэй практически в чистом виде сейчас вечер заказ я снимала сегодня да у меня до сих пор на запястье аромат футурия достаточно стойкий я хочу сказать то есть прошло уже несколько часов часа 45 до и он достаточно стойки я ощущаю это фаруэй девчонки ну вот почему я ни от кого не слышала но хотя я не смотрю практически никого но ни от кого не слышал что это фаруэй хоть бы вы мне написали потому что вы же брали вы писали мне что вы брали кому-то очень понравился кому-то не зашел мне нравится я все время очень любила фаруэй его поэтому мне этот аромат нравится если бы у меня не так много было парфюмов использования я бы взяла себе полноразмерку однозначно касаемо ватных палочек уже попробовала ими удобно чистить уши у них принципе обычный такой стандартный размер да вы единственно что но вот как бы мы крестушки дали поиграться они ломаются потому что они из дерева из бамбука точнее но во время использования вот я пользовалась как бы они не ломаются они довольно крепкие но сломать ее можно легко не так как пластику то есть вот я сейчас я согну вот она сломалась как спичка вот так вот а так все как бы нормально здесь достаточно хлопка обычная стандартная палочка но он серьезно вот поэтому смысл брать но если вы за экологию да конечно есть смысл брать такие ватные палочки а так я наверно скорее всего покупку не повторю потому что палочки есть дешевле да они не скажу что они сильно дорогие в каталоге за 200 штук в принципе нормальная цена но есть есть все равно дешевле сейчас мы будем с вами тестировать ночной крем из линейки one week miracle артикул ночного крема 0652 я вам уже сказала свое мнение о том что я крайне разочарована что такие дорогие кремы фаберлик приходят не в слюде никак не запакована баночка то есть если я знаю что на пункте выдачи без меня ничего не скрывают у нас так принято да я в этом уверена то я не уверена в том что работники склада сборщики не попользовались моим кремом я не знаю почему так я первый раз таким сталкиваюсь фаберлик и я очень разочарована дорогой крем и упаковка была не в слюде ни в чем просто вот так и все просто вот так коробочка сейчас я свой макияж к вам вернусь будем тестировать смело макияж очистила лицо как полагается свой привычный уход тонизирование потом все я вам повторю я уже много раз повторял может быть кто-то не знает и не уделяет этому внимание любой абсолютно крем за 20 рублей за 20000 будет работать на вашей коже тогда хорошо работать когда у вас хорошо очищена кожа если вы ее очистили плохо ни один крем у вас на ней работать не будет кожа не чистая порой забитый крем не проникнет крем не проработает вот так так ну что у нас здесь с вами пластик пластиковая баночка пластиковая крышечка вот такая вот еще сверху крышечка кремушек ночной у нас с вами вечер но такой слегка желтоватый. У серии достаточно приятная, еле уловимая цветочная отдушка. Я не стала брать специально для глаз. Я люблю один крем на все лицо. Но если прям случится какое-нибудь чудо, я возьму, конечно, всю серию. Но, скорее всего, я буду делать еще один заказ и возьму сыворотку из этой линейки. Хочется комплексно. Я с крышечки буду брать крем. Он достаточно плотный. Он не течет. В обзоре заказа мы с вами это уже выяснили. Так как он у нас ночной, можно как следует. Не жалея на декольте. И погнали. Распределять. Так, в зеркало я себя не вижу. Он по ощущениям очень плотный. То есть по текстуре он напоминает питательный крем Варю. Но на руке он быстро впитывался и не ощущался. Сейчас, пока я его на коже чуть-чуть слегка ощущаю, такое ощущение, что текстура питательная такая, знаете, с маслами. Вот такое ощущение, да, когда наносишь. Прям такая питательная, питательная. И в то же время без утяжеления. Что хочу заметить, за что я люблю уход в Фаберлик. Практически ни один крем в Фаберлик не утяжеляет кожу. В любой другой уход вообще практически моментально. Так, ну что. Он почти впитался и кожа, как вы видите, практически матовая. Что хочу отметить, да. Вот я когда еще на руку наносила, после ночного крема, почему-то она практически матовая. После дневного не так. Видимо, он все-таки по питательнее дневной. Да. Так. Он уже невесом. Никакой липкости нет. Я его на коже не ощущаю. У меня руки прям вот напитанные. Он действительно питательный. Видите, как кожа лоснится в хорошем смысле слова. С учетом того, что я в зеркало вижу, что она почти матовая. То есть это такой эффект напитанной кожи. На холодное время года, мне кажется, вообще круто. Круто. Но вот пока по ощущениям мне очень нравится. У меня есть мимический морщин. У меня есть достаточно глубокая морщина на лбу. Ну, ее видно. Сейчас, как вам ее показать. Я вам ее периодически показываю. Ну, вот она она, видите. Вот. Она достаточно глубокая. То есть буду смотреть, как она себя поведет. И мимический как бы уже есть. Что-то я прям глаза так натерла, аж красный. Вот. И мимический уже есть. Буду смотреть. Буду смотреть. Девчонки, наблюдать. Будем с вами проводить тест в одной неделе. Очень интересно. Да? Как себя поведет этот крем. Слышала отзывы уже от логеров, что за одну неделю нет. Но вроде как эффект есть. Буду смотреть. Обязательно, девчонки, очищайте кожу. Крем небюджетный. Надо, чтобы он сработал по полной программе. Вот он уже впитался. Он очень комфортен. Но я чувствую, что у меня действительно напитанное лицо. Вот у меня так от Варио питательного крема. Я во время беременности им зимой пользовалась. Прям лицо радовалось. Шелушения все убирались, если они есть какие-то от холода, от мороза. Да? Вот здесь вот что-то вот такое вот похожее. То есть питательный, питательный прям. Ну, у нас с вами любой антивозрастной крем, он обязательно должен увлажнять. Не обязательно питательный, но обязательно должен увлажнять. Здесь это все есть. То есть даже если где-то какая-то сухость была, все, ее нигде нет. Лицо напитанное, лицо классное, гладенькое, ровное, бархатистое такое прям. По ощущениям мне очень нравится. Очень нравится. Я прям довольна. Будем с вами наблюдать. Ну и все. Завтра теперь протестируем с вами, наверное, ботаника, да? Новую линейку протестируем, дневной крем. Макияж у нас еще с вами новинки, декоративки, да? Вот. А пока спокойной ночи. Всем доброе утро. Что мы с вами сегодня тестируем, девчонки? По большинству голосов победила ботаника. Мы тестируем с вами сегодня ботанику для волос. Клюквы и княжника. Это зимняя защита для всех типов волос. Шампунь 1288, бальзам 1289. Мы с вами надеемся, что он похож на Арктику. Я так же, как и вы, надеюсь, потому что я обожал Био-Арктик. Мы с вами тестируем сегодня дневной крем, да? Достаем его сразу из коробочки дневной. Не перепутала я опять. Девчонки мне сейчас написали, что отличается рисунок на банке. Ну-ка, давайте посмотрим. Рисунок на коробке. А, да, отличается, слушайте, на крышке. Смотрите, правда. Ночной ровные полосы, дневной неровные полосы, скажем так. Да, дневной, все. Надо запомнить. Ночной ровные полосы, дневной неровные. Вот. Сейчас я пойду в душ, помою волосы. Потом с вами нанесем крем, сделаем макияжик новинками и посушу волосы. И уже по достоинству оценим, скажу, как вот эти средства себя повели на волосах. Поехали. Так, ну все, девчонки, помыла волосы, голову. Не обращайте внимания на красные глаза. И когда мыла голову, мне пришлось отвечать на звонки. Сегодня такое знаковое событие. Потом обо всем расскажу, все узнаете. Посмотрите, что у меня с глазами. У меня шампунь попал в глаза. Я разговаривала все время, пока мылась по телефону. В общем, трындец. Так, что по шампуню? Шампунь хороший, промывает хорошо. Пенится среднее. Не скажу, что он прям пенится так, как классическая ботаника. Да, я вообще вампир. Вот. Пенится среднее. Он у нас с вами гелевая, плотная консистенция, прозрачная. Хорошо промывает, все отлично. Есть какое-то сходство. Есть все-таки с биоартик, девчонки. Особенно бальзам. Бальзам наикрутейший. Просто наикрутейший. Пока лучший бальзам, который я пробовала в Фоберлик. Он моментально делает волосы гладкими. Он их разглаживает моментально. Чтобы вы знали, кто не знает, кто знает, эксперименты мои с волосами, у меня волосы сильно поврежденные. Сильно. То есть мне среднего обычного классического бальзама вообще мало, он ни о чем. Да, я люблю средства мощные. Это средства мощные, девчонки. Я при этом удивлена за такие деньги. Моментальное разглаживание. Я пока там чистила зубы, оставила его на волосах, потом смыла все. Волосы идеально гладкие. Я их даже, наверное, феном не буду сушить. Поэтому рекомендую. Вот бальзам на ботанику классическую не похож. Больше похож на биоарктик. Вот мой вердикт по этим двум средствам. Дальше у нас с вами дневной крем. Наносим его и смотрим. Ну что по поводу ночного? Ну как бы он всю ночь у меня на лице пробыл. Ну что сказать. Ну лицо нифига я с крышки, да. Он такой, не такой желтый, как ночной, но он более питательный. Сейчас все с вами напитаю. Нафигарила с крышки. Декольте. Мне показалось, по крайней мере, на руках, что он более питательный, когда мы с вами в обзоре заказы тестировали. Так. Вот он пока распределяется, не впитывается, не моментально. То есть даже вот сначала, видите, я по шее как-то разносила, есть такая белесая масса на лице. То есть он густой. Он густой, он плотный, он питательный. Прям такой питательный от души. Да, это видно. Но в то же время вы его слегка сначала ощущаете и практически тут же он у нас с вами впитывается. И ничего. Он попитательнее, да. Если после ночного мне показалось, что прям кожа как будто заматированная, что ли. Он тоже питательный, но здесь, наверное, побольше все-таки, не знаю, может масел каких-то в составе. То есть от него кожа блестит пока. От него кожа блестит. Он, видите, да, то есть она поблескивает от него, не так, как от ночного. Хотя он практически уже впитался. Тоже липкости никакой не вызывает. Очень комфортен на лице. Потому что далеко не каждый питательный крем такой консистенции я могу на себе носить. У меня сейчас кожа нормальная. Не сухая, не комбинированная. Она нормальная абсолютно во всех местах. Ни в стезоне, нигде не сохнет. У кого сухая, в общем, вердикт. Сейчас я вам выскажу по этой линейке. Подойдет возрастной, естественно, кожа. Подойдет кожа сухой, нормальной. И комбинированной тоже подойдет кожа. Потому что и комбинированную жирную кожу девчонке все равно нужно питать и увлажнять. Однозначно. Как бы вы ни блестели, комбинированная и жирная кожа, она вообще дольше сохраняет молодость. За счет того, что выделяется вот много подкожного вот этого вот жира, сала, скажем так, да. Она стареет не так рано. У меня всю жизнь была комбинированная кожа, частенько жирная. И поэтому девчонки мне, некоторые пишут, как вам 36, уже почти 37, ни одной морщины. Кто-то думает, что я ботокс какой-то там делала, еще что-то, и ничего не делала. Такая есть, такая есть. Потому что комбинированная жирная кожа, она стареет меньше. Поэтому если у вас кожа сухая, питаем, 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 увлажняем. Лучше ходить, блестеть, чем с морщинами. Это мой вердикт. Так. Он практически уже невесом. Чувствуется, что есть какой-то... Не то, что на лице какой-то крем, а чувствуется, что кожа напитанная. Напитанная очень хорошо напитанная. Ну и все. По первому применению пока меня все устраивает. На холодное время года для возрастной кожи это очень хорошая линейка пока вот по первым впечатлениям, да. Кстати, писали девочки мне, что у других блогеров приходят запечатанные кремы. Что хочу сказать, девчонки. На самом деле Фаберлик сотрудничает с блогерами. Я никогда с Фаберлик не сотрудничала. Вы знаете, я с Фаберлик начинала видео снимать. То есть я обычный консультант в Фаберлик. Но некоторым блогерам Фаберлик присылает на обзор средства. Может быть это связано с тем, что там были средства на обзор присланные, поэтому они запечатаны. Ну хотя опять же, если их на заводе запечатали, сделали, да, то они будут все запечатаны. Почему у меня распечатаны, не могу понять. Да, я с Фаберлик не сотрудничаю. Вы знаете, мои отзывы всегда объективные, я ничего не нахваливаю и так далее. Но пока мой вердикт такой. Мне понравился уход. Он достойный. Кто-то написал мне вчера, не боитесь, что туда кто-то пальцем лазил. Да, и уже ничего не боишься, девчонки. Такими средствами пользовались, что уже ничего не боишься. Мне нравится. Вот сейчас на холодное время года кожа, знаете, она как будто его съедает, впитывает, напитывается. Классно, классно. Надо пробовать, девчонки, классно. Вот были бы пробники, было бы еще лучше, чтобы оценить по достоинству эти кремушки. Так, далее что? Что-то хотела вам еще сказать по вашим комментариям. И забыла. Вспомню, расскажу. У нас с вами остался макияж, а протестировать тушь мы новую с вами должны, чем скоро и займемся. Мы сейчас ее с вами сразу, не отходя от кассы, Глэм Чик, она называется Артикул 5869. Щеточку мы с вами подробно разглядывали в обзоре заказа. Такая она изогнутая и матрешкой, что ли, как это назвать, сделана девчонки. Давайте краситься. Так, я без зеркала буду прям так. Ну, я вижу себя в зеркало. Как раз на лице, когда нет ни тени, ни карандашика, ничего, это будет более наглядно, да? Ну, прокрашивать ей, в принципе, удобно. Удобно. Ой, слушайте, удлиняет. Я вообще любитель силиконовых кисточек. Я как на ферскласты перешла, я не знаю. Это вы меня сподвигли. Смотрите, как здорово. Ну. Нижние реснички. Я тут рот за кадром открываю. А так удобнее красить. Так. Я просто хочу, чтобы в зеркало что-нибудь в ванной виде, девчонки. Нижние реснички и верхние. Смотрите, пока ни одного комочка, разделение, удлинение, все нормально. Но мои красные глаза, это вообще как я так? Как я так, девчонки? Так, второй глазик и потом второй слой. Смотрите. Это вот и вы видели, я так прикоснулась слегка, не прокрашивала прям. Второй глазик. Неудобно без маленького зеркала в руках, но мне уже его искать неохота. Так. Это вот еле-еле прикоснулась. Но мне этот глаз, он почему-то всегда косячный. Тут ресницы. Но кисточка здоровая, я заезжаю. Видите? Она такая здоровая, прям, что можно заляпать себе веке. Сейчас, девчонки, прокрасим, посмотрим. Так, второй глаз. На первом наглядней. Нижние реснички. Ага, заляпала. Кисточка прям такая, знаете, от души. Так, второй глазик. Сейчас второй слой нанесу. Взяла зеркало уже. А то совсем неудобно. Так, поехали. Чтобы рассмотреть заодно. Слушайте, она удлиняет круто. У нас тут она заявлена как эффект нарощенных ресниц. Она круто удлиняет. Это она еще не раскрасилась. Смотрите. Да? Комочков пока никаких нет. И она подкручивает. Слушайте, она очень хорошо подкручивает. За счет, наверное, своей вот этой формы матрешки. Она очень хорошо подкручивает. Наслаивает нормально. За собой не тянет предыдущий слой. Но века все извазюкало. Она реально круто подкручивает, девчонки. Два слоя. Причем они выглядят естественно. Да? Где я тут еще мазанула? Надо было ватные палочки брать света. Агнище. Слушайте, я довольна. Как слон. Открытый рот опять. Она быстро засыхает, но наслаивается хорошо. Слой не стягивает, не слепляет реснички. Смотрите, как классно. Ну, сравню с этим даже глазом. Мне кажется, тут комментарии излишни. Я довольна. Фаберлик ночью, лестелый тушь. Нет, но они и так умели. У нас было мало достойных, да? А сейчас прям каждая новинка, что не то, что достойная. Так, второй глазик. Девчонки, вы еще просили протестировать мешочек для запекания. Я бы с радостью, мои милые, но сегодня такое дело. О котором я вам пока не могу рассказать. Что у меня просто нет возможности его протестировать. Поэтому извините. Если только в следующих видео, попозже. И, кстати, девчонки написали, что в фикс-прайсе такой же мешок стоит 99 рублей. Если бы знала, не купила Фаберлик, честно. Мне девочка прислала в Инстаграм. Мы с ней переписываемся, дружим. Прислала фотку мешкай с экспресса один в один. Но Фаберлик не сильно дороже. Ну как не сильно, в два раза точно дороже. Я уже забыла, сколько он стоит. 200 с чем-то, по-моему, да, девчонки? Но мои красные глаза сегодня... Просто... Вот этот глаз косячный. Но даже его приподнимает. Как я как-то пост в Инстаграм писала осенью. Когда есть хорошая тушь, больше макияж никакой не нужен. Вы со мной согласны? Когда хорошая тушь, ничего больше не нужно. А гнище, девчонки? Я думаю, все видно и так наглядно. Комментарии здесь излишни. Никаких комочков, никакого сильного склеивания. Все нормально. Прокрашивает хорошо. Единственный момент, надо с ней поаккуратнее работать. Потому что кисточка огромная. Ведь ресницы, несмотря на два слоя, достаточно естественный. Поэтому я пятерку отриставлю тоже. Пока все отлично. Посмотрим, как она поведет себя дальше. Пока все отлично. Все замечательно. Я очень довольна. Пишите, как вам. Вообще реснички. Шик, блеск, красота. Ну и все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать. Самое интересное мы с вами протестировали. Скорее всего, еще один заказ нас ждет впереди. С новиночками, с тапочками. Со всякими такими. Сыворотку хочется из этой серии тоже взять для комплексного ухода. Кремы я продолжаю тестировать на ежедневной основе. Как положено, чтобы дать вам полноценный отзыв через недельку. Как раз в обзоре каталога. Вы мне задаете очень много в комментариях. В том числе вчера. После обзора заказа вопросов. А на все эти вопросы я отвечаю в обзоре каталога. Вы просто, наверное, не смотрите обзор каталога. Мы с вами там и уход обсуждаем и так далее. У меня такая кожа, какой мне подходит уход. Я все эти вопросы всегда дублирую в обзоре каталога. Мои хорошие. А также отзывы на товары. Проходите, бывает очень интересно. Ну а я вас всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok